Его мысли достойны цитирования, а объемный архив научных работ изучения. Человек, который оставил свой весомый след в науке, Иван Иванович Котлер. Благодаря ему Брещна имеет талантливого ученого-педагога с большой буквы, активного общественного деятеля. О своих победах он скромно предпочитает не говорить, а вот его друзья и коллеги напротив словами фонтанируют. Иван Иванович основал в Республике Беларусь систему образования прав человека. Действительно, он пионер в этой области, он первопроходец, он и первый издал учебное пособие по правам человека, он и первым начал преподавание учебной дисциплины в Брестском государственном университете. И это не полный список. Есть целый ряд областей, в которых Иван Котлер был первооткрывателем. К примеру, именно он создал и успешно организовал учебно-методический семинар по правам человека. Уникальное мероприятие проходит практически четверть века в Бресте, единственном городе в стране. За плечами профессора многочисленные достижения, признания, награды. Их и вправду не счесть. И даже сейчас его мысли опережают идеи многих ученых. Заслуженный отдых. Что это такое, он не понимает, а потому в свои солидные годы продолжает трудиться. Вся его научная жизнь изложена на страницах новой книги. Это результат всей моей жизни. Я очень доволен результатом. Но я считаю, что я уже в свою миссию выполнил. Выполнил в области прав человека. Выполнил в области, так сказать, системы образования. Я долго колебался, писать, не писать по книгу, в силу своего характера. Но убедился, что моя жизнь и результаты соответствуют тому, чтобы книгу написать. Один из его девизов по жизни – это лучше зажечь одну свечу, чем проклинать всю жизнь тьму. И вот он эту свечу во мне тоже зажег. И мы работали и работаем сейчас плодотворно в области просвещения прав человека. «Один в поле воин» – фраза, емкая и ярко запечатлившаяся на последней странице нового издания. Слова, которые по убеждению авторов книги Арсентия Головченко и Светланы Птичкиной характеризуют жизнь и научную деятельность Ивана Котлера. А что думает об этой фразе Иван Иванович? Он так не считает, поясняя, что никогда не был один, всегда оставался в окружении тех, кто мог поддержать словом, делом или мыслью. Продолжение следует...